КАМАЗ объявил грандиозную техническую модернизацию. Оказывается, в набережных челнах продолжают работать автоматические линии, смонтированные аккурат перед запуском автогиганта. А это было, на секундочку, почти полвека назад. Разумеется, оборудование почти полностью выработало свой ресурс, а потому требует регулярных дорогостоящих ремонтов. И руководство КАМАЗа решило заменить часть линий современными обрабатывающими центрами. В этих центрах будут изготавливаться поворотные кулаки и обрабатываться шаровые опоры. Это позволит повысить качество продукции, а также поднять производительность. Впрочем, на некоторых участках автоматические линии советских времён сохранят своё присутствие. Например, на линиях, где обрабатываются картеры мостов, запланирован капитальный ремонт оборудования и внедрение новой системы управления. Реализовать планы будет непросто. Сейчас КАМАЗ сильно загружен заказами, включая государственные. И модернизация агрегатного производства должна проходить так, чтобы не помешать их выполнению. Между тем, самая востребованная модель марки КАМАЗ – это классический самосвал 65-115. Правда, перевозчики предпочитают брать машины, оснащённые 7-литровыми моторами Камминс, а не прожорливыми Камазовскими восьмёрками. С американским движком российский грузовик получается мощным, лёгким, экономичным, но при том недорогим. С 2010 года агрегаты делает СП Камминс Кама, из состава которого недавно вышел собственно Камминс. Впрочем, рядная шестёрка глубоко локализована. Блок цилиндров, головку блока, коленвал и маховик отливает КАМАЗ, а обработкой отливок занимается бывшая СП. Даже Порш не поставляет отечественный производитель. А потому уход заокеанского компаньона не сильно повлиял на работоспособность предприятия. Турбодизели продолжают выпускаться уже под маркой КАМАЗ. А впереди мотор ждёт некая модернизация. Улучшением агрегата займутся камазовские инженеры. Но что конкретно хотят поменять двигателисты, пока неизвестно. Над модернизацией, но уже производства, также задумывается Ульяновский автозавод. Как стало известно телеканалу Автоплюс, в компании хотят освоить лазерную резку металлов, что в свою очередь улучшит качество выпускаемых кузовов. Ещё одна задача ближайшего времени — это установка совершенно нового оборудования для сварки бортов. Сейчас грузовые платформы не отличаются высоким качеством. Из того, что уже сделано, заводчане отмечают повышение собственной производительности. Так, на участке сварки рам были исключены 20 лишних операций, что повысило выработку сразу на 43%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова